Как и обещал глава города, во время обхода ответственные за то, что доступ к морю преграждают либо ларьки, либо заборы, будут строго наказаны. Я дал поручение в июне месяце принести меры к сносу к сезону 2017 года. Правильно? Почему не сделано? Глава города в очередной раз напоминает главный инвестор-турист, и в Сочи надо для него создавать все условия. Еще одна острая тема, которая требует не рассуждений, а четкости в работе – это чистое море. Несмотря на то, что на курорте на протяжении трех лет проводится масштабная работа по пресечению незаконных сбросов сточных вод, до сих пор выявляются объекты-нарушители. В их числе не только дома, но и гостиницы, и рестораны. И тут Анатолий Пахомов требует жесткости от всех контролирующих структур и в первую очередь от Сочи-Водоканала. Вещи нужно своими именами назвать. Если есть Роспотребнадзор, он должен выявить факт. Я требую, чтобы буквально по всему центральному району на всех выходах, не в море, а на выходах, сделали немедленно экспертизы. И по этим экспертизам надо подавать суд. В администрации города подчеркивают, что эффективная работа по ликвидации неочищенных стоков – это зона прямой ответственности водоканала, которая выдает гражданам техусловия на водоснабжение и канализование. Но за использованием этих техусловий не следит. В итоге воду жители на вполне законных основаниях получают, а на канализование попросту экономят. Мы же нашли, что это замок Дринь сбрасывает. У него нет ни лосов, ни очистных сооружений, ничего. У него просто переливающиеся сосуды, так скажем. Вот, сбрасывает туда. Верещавинский ручей весь течет туда. Понимаете? Люди берут вашу воду, вашу воду берут. И вы должны сделать так, чтобы они эту воду либо сбрасывали как положено, либо ее не получали. В рамках мониторинга негативного воздействия на окружающую среду в Сочи действует несколько рабочих групп. За четыре месяца только в Хостинском районе выявлен 81 объект, сбрасывающий стоки в ливневке. И эта работа будет продолжена. А в целом по городу с 2015 года выявлено порядка 13 тысяч объектов, которые загрязняли водоемы. Более 12 тысяч из них уже устранили нарушения. Впрочем, регулярные рейды выявляют все новых и новых нарушителей. Поэтому работа будет продолжена до полного решения проблемы.